Друзья мои, всем привет! Когда я снимала для вас видео о музеях нашего города, города Таллина, один зритель мой написал о том, что можно было бы еще рассказать о нашем познавательном центре энергии, о чем я с удовольствием сейчас и делаю это видео. Что же такое познавательный центр энергии? В этом музее, по-другому можно сказать, что это музей вообще электричества. В этом музее расположено здание столетней давности, в воздухе витает электричество. Познавательный центр энергии предлагает ежедневные шоу с молниями. Насколько я знаю, шоу с молниями начинается каждый день в 12 часов. В музее находится более 100 экспонатов, которые можно потрогать своими руками. Такой, знаете, можно проделывать опыты различные физические. Показывают фильмы в планетарии. Здесь можно узнать все об электричестве, о свете, о звуке, изучить различные физические явления в игровой форме. Детям там наглядно, если приходит, допустим, группа какая-то детского сада или школьный класс, им демонстрируют, например, действие электрической цепи, как работает электрическая цепь в игровой форме. Это довольно интересно, такая забавная игра. В планетарии, там с детьми, ну это я имею в виду, если это группа какая-то, с детьми также играют, рассказывают им о планетах, о космосе. Работает также мастер-класс. После планетария дети могут спуститься в этот мастер-класс, там делать поделки, связанные с созвездиями, с планетами. Все экспонаты... А, что там еще есть? Там есть макет космического корабля. Не только макет, но такой... Вы можете туда зайти, посидеть, почувствовать себя за пультом управления, космическим кораблем. Ну, в общем, такая интересная штука очень. Все экспонаты в этом музее снабжены описаниями на русском языке, а также на английском, на финском, ну и, естественно, на эстонском. В планетарии показывают фильмы на всех четырех языках. Шоу с молниями тоже проводится на эстонском, русском и английском языках. Находится центр в пяти минутах ходьбы от старого города или в десяти минутах примерно от пассажирского порта. Центр находится в таком приметном желтом здании, как раз напротив башни Толстая Маргарита. Билет стоит 9 евро. Детский билет 7. И семейный билет 25. И опять же хочу обратить ваше внимание на то, что с картой туристической Таллина карт посещение музея бесплатно. Значит, точный адрес музея Пыхье, поезд 29. Это район Коломая. Музей открыт каждый день. С понедельника по пятницу с 10 до 19 часов. И суббота-воскресенье с 11 до 19. Музей действительно интересный тем, что, как я уже сказала, там можно все потрогать, разные проводить эксперименты. Если это какая-то экскурсия, тогда с детьми экскурсовод с маленькими там одни игры, с детьми постарше уже другие игры проводятся. Ну, и те, и другие довольно интересны. И это все там сопровождается звуком. Зеркальные такие лабиринты. Ну, в общем, интересный такой музей. Дети очень любят, особенно дети любят этот музей, потому что им, конечно, нравится все потрогать, все пощупать собственными руками. Там можно даже откопать динозавра в песке, найти кости динозавра, а также встать и помериться с ним ростом, сфотографироваться рядом. Ну, динозавр, конечно, даже не макет, он нарисованный, но все равно там представлен он в полный рост, и можно сравнить, какими же маленькими мы были люди по сравнению с динозаврами, какие были огромные динозавры. Вот. Работал у нас когда-то в Таллине центр, тоже такой же познавательный центр, который назывался АХА. Но сейчас этот центр полностью весь перенесен в такой один большой музей познавательный с одноименным названием. Он называется АХА, познавательный центр АХА, и находится он в городе Тарту. Вот. Хотела сказать, что в Тарту тоже много интересных музеев, но я не буду сейчас по всем музеям Эстонии делать экскурс, мы конкретно говорим про Таллин, поэтому если кому-то интересно, кто-то если на машине приехал к нам, туристам, то можно или арендовать машину, или ехать на автобусе в город Тарту, кто располагает временем, и там посетить этот интересный музей. Вот. Ну, наверное. Наверное, и все. Сейчас я покажу вам некоторые фотографии из этого музея. Я там была, конечно же. Ну вот, при вратности судьбы взяла и стерла фотографии, поэтому мне придется показать вам снова фотографии с компьютера, хотя у меня есть в плейлистах, в плейлисте вы можете посмотреть, у меня есть музеи города Таллина, и там есть прямо, я хожу сама по музеям и показываю, так что, кому интересно, походите вместе со мной. Почему я так конкретно и подробно на этом останавливаюсь? Потому что один зритель мне написал, ой, ну это фотографии с монитора. Да, с монитора. Потому что, вот как бывает, видите, я взяла с познавательного центра энергии, стерла фотографии. Может быть, ну, может быть, где-то и есть, но их надо искать. Ну вот. А пока я их не найду, я покажу вам фотографии из интернета. Кто сильно обижается, не обижайтесь. Вот. Ну что ж, давайте смотреть. Так, вот это как раз демонстрация молнии здесь происходит в этом зале. Вот лабиринты зеркальные. Когда я рассказывала о том, что там проводятся игры с детьми дошкольного возраста, то хочу добавить, что это, например, такие игры ощущений, где опытным путем детей учат исследовать, как работают наши органы чувств. Узнаем ли мы объекты на ощупь, не видя их. Ощутим ли мы вкус, не чувствуя запаха. кто лучше слышит, кто лучше слышит, человек или лягушка, например, или каким образом отличается восприятие мира у людей и животных. Нам давали, когда я ходила, нам давали такие таблетки, сказали, что это таблетки из Африки, которые блокируют вкусовые рецепторы. нам дали эту таблеточку. Она такая сладенькая. Мы, значит, эту конфету рассосали. Она как таблеточка такая беленькая. Мы ее рассосали, эту таблетку. Надо было подождать там какое-то время небольшое, что-то меньше, по-моему, пяти минут. И потом нам дали каждому по кусочку лимона. И мы совершенно не ощущали его кислого вкуса. Абсолютно. То есть, вот, ешь лимон, а он сладкий совершенно. Вот такое вот чудесное средство, которое блокировало нам наши органы, вкусовые рецепторы. И вот в игре и в беседе дети учатся лучше распознавать слуховые, зрительные, обонятельные и осязательные ощущения. Такие игры проводятся с детьми в выставочных помещениях центра, где они могут с оптическими, звуковыми экспонатами поэкспериментировать. Вот. Это то, что касается детей дошкольного возраста. И, кстати, там же я узнала о том, что жираф оказывается тоже издает звуки. Нам кажется, что жираф, как мы говорим, лягушка там квакает, коровы мучит, коза блеет. А жираф, как и рыба, не разговаривает. На самом деле жираф тоже издает звуки, но человеческое ухо не воспринимает ультразвук. Не воспринимает. Поэтому мы не слышим, как, говоря детским языком, разговаривает жираф. Вот такие вот интересные вещи я там узнала. Когда демонстрируют молнию, тогда просят закрыть уши, потому что раскаты грома довольно громкие.